Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и идущий программы, учитель Перри Стоун. Приветствую всех наших слушателей. Мы находимся на ступенях Хульды, южной части Иерусалима, сразу за стеной старого города. С нами большая группа людей, которые приехали в наш тур. Уже какое-то время я хочу проповедовать здесь на одну тему, и как только я возвращаюсь в США, я вспоминаю, что так и не сделал этого. Поэтому в этот раз мы намеренно решили поговорить о таинственном происшествии, о котором мало кто знает. Я даже забыл свой конспект в автобусе и решил проповедовать по памяти. Многие люди не знают, что это произошло сразу же после распятия Иисуса. Речь идет о таянии трех дней и ночей, когда тело Иисуса было в гробу. Для начала давайте поговорим о том, что произошло во время смерти. В первом послании Фессалоники, цем 5 главе, 23 стихе сказано, что мы тело, душа и дух, три единые существа. Поскольку мы три единые существа, во время смерти с нами кое-что происходит. А именно, дух и душа отделяются от тела. У меня есть друзья. Они хорошие христиане, но они верят в сон души. То есть дух и душа засыпают в теле, когда человек умирает. Если человек похоронен в гробу, дух и душа остаются в гробу. Если человек был моряком и умер на подводной лодке, то его дух и душа остаются в океане. Основанием для такой веры является стих о том, что море отдаст своих мертвых. А еще, когда в Новом Завете умерла девочка, Иисус сказал, она всего лишь спит. Я не хочу сейчас говорить о том, спит душа или все же отделяется от тела, но самое простое доказательство — это слова Павла, где он говорит «Отсутствовать в теле значит присутствовать с Господом». А в Ветхом Завете сказано, что Авраам испустил дух. В английском переводе сказано слово, похожее на привидение. Но это не так. В оригинале говорится, что Авраам испустил дух и присоединился к своим отцам. В Ветхом Завете уйти к отцам означало не только быть похороненным на кладбище, потому что Авраам был похоронен в пещерах в Хевроне. Там он был похоронен вместе с Сарой. После там хоронили его детей. Но до Авраама с Сарой там никто не был похоронен. Кто-то считает, что уйти к отцам — это уйти на кладбище, и ваши дух и душа спят там, но это не так. В Евангелии от Луки 16 главе рассказана история о богатом и нищем, которые умерли. Богач попал в ад. Кстати, это не притча, а реальная история. В аду богач мучился. Он поднял глаза и увидел нищего на лоне Авраама. Если дух и душа Авраама все еще в могиле, как он мог бы вести разговор в особом месте под землей с богачом, чьи дух и душа были в аду и с нищим? Еще сказано, что ангел отнес нищего на лоно Авраама. Еще раз замечу, что это не притча. А как-то я спорил с одним свидетелем Иеговы. Я проводил одиннадцатинедельное собрание пробуждения, и единственное место, где можно было поесть в том городке, был Макдональдс. Я был в Макдональдсе каждый вечер в течение одиннадцати недель, и там был тот молодой человек. Он очень хотел спорить со мной об Аде. И он повторял. Луки, 16 глава, это притча. Луки, 16 глава, это притча. Ну, прям как робот. Луки, 16 глава, это не притча. Это реальная история. Из Писания хорошо видно. Я очень сильно сокращаю то, что я мог бы вам сказать на эту тему, что в момент смерти дух и душу праведного человека ангел уносит уже не под землю. Об этом чуть позже. А на третье небо, в место, называемое рай. Об этом сказано во втором послании Коринфянам, 12 главе. Когда вы умираете, ваш дух и душа покидают ваше тело. Зачем я рассказываю вам это? Сейчас мы перейдем к распятию Иисуса. Библия говорит, что в третьем часу Иисус был распят, а в девятом часу он начал делать свои последние заявления. Когда он умер, Библия говорит, что он испустил дух. В английском переводе 1611 года используется слово, похожее на привидение, но имеется в виду дух человека. Откуда мы это знаем? На кресте он сказал, «Отец, а в руки твои отдаю дух мой». А теперь вопрос. Куда отправился дух Иисуса, как только он покинул его тело? Одни теологи скажут, конечно же, он пошел на небо, где остался с Богом, а потом вернулся на землю. Это не так. Послание к Ефесиным, 4 глава, 8 стих говорит. Посему сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Что значит «пленил плен»? После этого на Пятидесятницу сошел Дух Святой, и Церковь получила дары. Дар апостола, пророка, учителя, евангелиста и пастора. Девять даров Духа из первого послания Коринфянам, 12 главы. Если вы посмотрите на седьмой стих, и далее до десятого, там сказано. «А вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде, в преисподние места земли. «Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Затем речь идет о дарах для церкви, для совершения святых на дело служения. Дорогие друзья, будьте очень внимательны, потому что я хочу показать вам кое-что из Писания. Иисус сказал, «Ибо как и он был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Я хочу дать вам задание. Я не буду долго говорить об этом, иначе я забуду то главное, что хотел донести до вас сегодня. Изучите внимательно историю Ионы. Ионы был выброшен с корабля. И мы думаем, благодаря многочисленным проповедям, что потом он три дня провел в животе у кита. Но все было совсем не так. Если вы внимательно прочтете книгу Ионы, то увидите, что Иона упал в воду, и водоросли обвили его голову. И когда он начал терять сознание, он вспомнил о Господе и возвал к нему. Он говорит, «Я возвал из чрева преисподней». Затем уже Иона молится из чрева рыбы. Иногда мы слушаем проповеди, но важно еще и заглядываться в Библию и просматривать эти стихи. Кому из вас нравится, что мы так детально разбираем Библию? Надеюсь, есть такие люди, и вы цените Священное Писание. Да, потому что делая это, вы получаете настоящие самородки. Итак, вот в чем суть. Иона, многим из вас будет тяжело это принять, но Иона утонул, и Бог послал рыбу, чтобы сохранить его тело. Три дня и три ночи он был преисподней, потому что ослушался Бога. Затем он молится, и Бог позволяет ему воскреснуться, и рыба выплевывает его. Мы знаем, что кит может проглотить очень большие вещи, но когда Иона ожил в животе у кита, это было похоже на колики в животе. Надеюсь, вы изо мной успеваете, да? Итак, он мертв, его тело в животе у кита. Кстати, многие неневитяне были рыбаками, и я где-то читал, что некоторые из них поклонялись великой рыбе. Представьте это себе. Эти ребята рыбачат, и вдруг из воды поднимается кит. Смотри. Они смотрят, а из кита вылетает никто иной, как человек. Смотри, говорят они. Его тело должно быть было в язвах из-за желудочной кислоты. Он вылетает и кричит им. Покаетесь. О, да, конечно. Неневия была большой, но он обошел ее за день, потому что вы способны на многое. Если побывали в аду и вернулись, ваша жизнь становится другой. Иисус сравнил свою смерть и воскресение с ионой в животе у кита. И в послании к Ефесиным мы читаем, что он сошел в преисподние. Если я начну вдаваться в детали, то нам буквально не хватит времени. Но я хочу донести до вас, что до воскресения Иисуса праведные мужчины и женщины попадали на лон Авраама. Там были разные отделения. Тартар — это греческое название ада. Во втором послании Петра, 2 главе, 4 стихе, сказано, что большая часть ангелов, которые взбунтовались вместе с сатаной, была связана в аду. На греческом это тартар. То есть в тартаре есть падшие ангелы. Греки считают, что это помещение под землей. Его еще называют Шеолом, Аидом и даже Гиеном. Но сейчас не об этом. Гиенна — это название долины, над которой повисался Иуда. До распятия Иисуса все праведные люди попадали в место под землей. Их тела отправлялись в могилу, а дух и душа — в преисподнюю. Иисус сделал кое-что, и об этом почти никто не проповедует. Лучше сказать, что многие люди не понимают этого. Никто их этому не учил. Матфей писал, что после воскресения Иисуса на улицах видели много святых, которые уснули. Откуда они взялись? Они не пришли с неба. Сейчас, после распятия и воскресения Иисуса, наши дух и душа покидают наши тела и идут в рай, согласно второму посланию Коринфянам 12 главе. Но так было не всегда. Помните, Иисус говорил, «Я иду приготовить вам место». А вот о чем Он говорил. Он сказал, «В доме Моего Отца много обителей», то есть обители уже были построены. А вот вам разрушена еще одна традиция. Это написано «в настоящем времени». То есть Он не отправился туда с инструментами. Не хочется разбивать ваши иллюзии, но Иисус не работает сейчас с молотком и гвоздями. Бог создал весь мир за шесть дней. А над Моей обителью? Он работает уже две тысячи лет. Нет, это вовсе не так. Новый Иерусалим существовал и во дни Авраама, потому что сказано, что «Тот искал города, чьим строителем и создателем был Бог». То есть Новый Иерусалим был всегда, и обители тоже. Иисус сказал, «Я иду, чтобы приготовить вам место». Речь идет о месте на небе, чтобы после смерти мы больше не опускались вниз, а поднимались наверх. Мы больше не опускаемся в очрево земли. Итак, Иисус сошел в преисподнюю, в то отделение, где находились праведники. Там был Авраам, Лазарь из Евангелия от Луки 16 главы, Исаак, Иаков и все сыновья Иакова. Но если бы у меня было время, чтобы рассказать вам об этом, время от времени, те, кто были там внизу, получали вести о том, что происходит здесь. Откуда я это знаю? Моисей и Илья появились на горе Преображения и рассказали Иисусу о его смерти. Откуда они это знали? Они говорили с ним о его смерти. Время от времени кто-то говорил, «Вы не поверите, я недавно умер. У нас там в Иерусалиме есть парень по имени Иисус. Он исцеляет всех направо и налево». Правда? Может, он тот самый? Люди умирали и рассказывали. И из 16 главы мы знаем, что после смерти у людей сохраняется память. Они знали, что происходит на земле. А затем к ним попал Лазарь из Вифании. Он оказался близким другом этого Иисуса из Назарета. Ты откуда? «О, у нас там есть человек по имени Иисус. Он был в нашем доме. Мои сестры хорошо знают его. Он Мессия. Он сказал нам, что он Сын Божий. Тот, на которого мы полагаемся и которого так долго ждали. Все собрались вместе и слушали. А Исайя говорит, «Я тоже могу рассказать вам о нем. Его поведут, как Агнца на заклане». Давид говорит, «Да, ему пронзят руки и ноги. Лазарь, расскажи нам, что он делает». Я был с ним на Галилейском море и видел, как он может ходить по воде. А еще рассказывали, что он изгнал две тысячи бесов, свиней. И кто-то отвечает, «Да, я слышал какой-то виск в аду. Я понял, что что-то случилось». Вот Лазарь рассказывает, рассказывает им и говорит, «Кажется, я снова слышу его». Он зовет меня. Бац, и дух Лазаря покинул рай и вернулся на землю обратно в его тело. Я уверен, что весь рай заметил это, и праведники начали радоваться. Но однажды земля начала дрожать. И Иерусалим трясло, и дух Иисуса спустился в глубины земли. Но сатана не знал его плана. Первый день сатана спросил у своих духов смерти и ада. «Он все еще там?» «Да, все еще там». На второй день сатана сказал, «Расскажите мне, он все еще на лоне Авраама?» «Да, он все еще там». На третий день земля начала дрожать, и сатана сказал, «Рассказывайте». И смерть, и ад ответили. «Не поверишь, что произошло сегодня утром». Он был там и проповедовал. Они все радовались и ликовали, но вдруг мы услышали, как кто-то идет к воротам. Мы никогда раньше не слышали этих шагов. И князь тьмы, смерть, и ад спросили, «Ты кто?» И услышали ответ, «Меня зовут Победа». «Я пришла за Иисусом». Затем дух смерти сказал сатане, «Ты не поверишь, что произошло этим утром». Он опустошил то место. Верхнее отделение полностью пустое. Что же это такое? Куда они делись? Иисус забрал те праведные души в рай. Затем Иисус пришел на Иллионскую гору и вознесся на небо. Дьявол думал, что это уже конец. Но потом он стал замечать, что ученики собираются в горнице. Он сказал, «Следите за ними, кажется, они что-то замышляют». Но именно в день Пятидесятницы, когда все они были собраны вместе, с неба вдруг раздался звук, похожий на звук ветра. На них сошел Дух Святой. И они начали говорить на иных языках. «Это моя проповедь, и я проповедую, как хочу». Если меня смотрят теологи, то знайте, что я именно так хотел рассказать об этом. И вдруг князь Тьмы и Вегас его увидел, что Мария куда-то побежала. А потом прибежали Петр и Иоанн, и снова убежали, и он подумал, «Да что же такое происходит?» «О, у нас проблемы». Почему? Потому что пришел Дух Живого Бога, тоже помазание, что было на Иисусе, та же сила, что изгоняла демонов и исцеляла больных. «Вы думали, что избавились от Него, а теперь у вас есть 120 таких же, как Он». А до конца дня их стало 3 120, а до конца месяца 8 120. «Я хочу заявить, что в мире 600 миллионов, рожденных свыше и крещенных Святым Духом последователей Христа». «На началось все со 120, где-то в этом районе, а 380 из них сидят сейчас здесь. Простите за этот перерыв на хвалу и поклонение. Аллилуйя! Так чему же мы так радуемся? Мы говорим не о похоронах. Разница между нашим Мессией и всеми остальными в том, что вы можете пойти на кладбище, где полно костей Мессии, которые жили когда-то. Если вы представитель другой религии, то вы знаете, что ваш лидер мертв. Он гниет в могиле, а я в Иерусалиме. И когда я вхожу в ту гробницу, на ней написано «Никого нет дома». Его здесь уже нет. Он воскрес. Слава Богу! О, как же я рад! Может, меня выгонят отсюда, но я успею закончить это послание. Итак, Иисус вышел из могилы и вывел также других святых. Вот что значит «пленил плен». Затем Он ушел на третье небо. Он воскрес. Слава Богу! Аллилуйя! 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 И теперь, когда мы умираем, нам не нужно опускаться в преисподнюю, в глубины земли, как это было 4000 лет подряд, потому что Иисус приготовил место для нас у Отца Небесного. По этой теме есть много информации, потому что в ней много тайн. И вот одна из них. Когда Иисус сказал Иоанну в книге Откровения, «Я тот, кто был мертв, жив во веки веков, и имею ключи от ада и смерти», вот как Он их получил. Ключи — это символ власти. Если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то у вас есть вечная жизнь. Но вам нужно еще и пребывать в нем и постоянно следовать за Ним. А если у вас никогда не было отношений с Ним, мы не говорим о религии или религиозном ритуале, отнюдь. Мы говорим об отношениях один на один с Богом. Вы можете заполучить их прямо сейчас. Вам даже не нужно идти в церковь, чтобы покаяться. Слышите? Вы можете сделать это сами. Пусть это будет только между вами и Господом. Если у вас еще нет отношений с Иисусом, то начните их, потому что Он один, Спаситель вашей души, и Господь. А еще у нас есть особое предложение. Как вы знаете, благодаря этому наша программа остается в эфире. Эти материалы благословят вас. Поэтому смотрите и слушайте. И обязательно досмотрите до конца, потому что я расскажу о новых местах, которые мы посетим вскоре. Спасибо, друзья. Вы помогаете мне проповедовать. Кто-нибудь похлопайте. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос, вы еще будете высылать эти комментарии? Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую древнееврейскую учебную Библию Пэристоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки глубина Исаии. В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огненного. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод Короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга комментариев к Ветхому Завету уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах, поэтому у вас еще есть время. Благословений вам. Сидя здесь, я размышляю о комментариях к Ветхому Завету, которые мы выпустили, и хочу напомнить, что они основаны на древней еврейской пророческой информации из моих личных заметок. Однажды я смотрел на них и думал, что останется, когда я уйду из этой жизни, поэтому мы составили из них комментарии. Я благодарен вам за все ваши теплые добрые письма. Мы действительно вложили много труда. В конце года мы завершаем график поездок. 25 и 26 октября мы едем в Хиккари, штат Северная Каролина, Хиккари Метро Конференц Центр. Там пройдет служение пробуждения в регионах. 27-го я еду в город Ньютон, штат Северная Каролина, церковь Христос Живой. Далее с 8-го по 10-е ноября Западная Вирджиния и Христианская Академия Новая Жизнь. Отмечу, что вход на все наши собрания фестиваль воинов и саммиты, где нужно регистрироваться. Мы делаем это, чтобы убедиться, что всем желающим хватит места. Мы заинтересованы в достижении большого числа людей и служении этим людям, чтобы их коснулся Дух Святой. Сейчас у нас проходят два мероприятия. Вечером во вторник служение в OCI, которое транслируется в интернете. Информацию можно найти на нашем сайте. Люди, которые живут слишком далеко, могут посмотреть это служение и получить благословение Слова Божьего. Теперь о молитве. Мы верим, что есть воля Божия на то, чтобы церкви и христиане всего мира не просто научились молиться. Не говорите о молитве, молитесь. Каждый четверг мы проводим молитвенное служение, которое транслируется в интернете. Вы можете присылать свои молитвенные просьбы, и за них помолятся сто человек. На днях произошло одно выдающееся событие. Одна женщина написала нам, что ее десятилетняя дочь приезжала на наш фестиваль воинов и была спасена. Чуть позже ей поставили диагноз рак. Ситуация была очень серьезной. Многие люди начали молиться и верить Богу. На очередном приеме врач не не нашел у этой девочки никаких признаков рака. То же самое произошло с человеком, который приходит на наше собрание во вторник. У него была очень серьезная ситуация, однако он продолжал приходить, и мы молились за него. Врачи делали устрашающие прогнозы, но Бог коснулся этого человека. Я никогда не понимал, почему некоторые люди при разговоре об исцелении сразу же реагируют негативно. Я не знаю, в чем причина. Возможно, они недовольны жизнью, семьей, собой или чем-то еще, но в них много негатива. Что касается исцеления, у моего отца был дар исцеления. Мы знаем 16 человек, которые за последние 8 лет служения моего отца, которого звали Фред Стоун, были исцелены от рака. Я знаю, что Бог целитель, я знаю, что порой вы молитесь, но не видите результата, но никогда не сдавайтесь, не теряйте веры в то, что способен сделать Бог, и не переставайте молиться. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей молитве каждый четверг, с 6 до 7 часов вечера. Мы уверены, что с молитвы начнется пробуждение последнего времени. Многие из вас знают, что два года назад Бог сказал нам идти на запад. Мы уже бронируем конференц-залы на следующий год, чтобы служить в западной части США. К нам присоединятся многие племена из объединения первой нации. Нам благоволят многие лидеры, и мы очень им за это благодарны. Да благословит всех вас Бог. Ваше наследие это Дух Святой. Спасибо, что продолжаете молиться за нас. Заходите на наш сайт Благословения вам, друзья мои. Редактор субтитров Благословения